Действительно, кредитные карты сегодня пользуются большим-большим спросом. Назову основные, наверное, преимущества, почему кредитные карты сегодня нашим населением приветствуются. Кредитная карта — это определенная карта с определенным лимитом денежных средств, которые находятся на карте. Как правило, по этой карте можно оплатить товары, работы, услуги, но, как правило, либо нельзя снять наличные, либо можно снять наличные, но за определенную комиссию. Все-таки кредитные карты население покупает для того, чтобы закрыть какие-то свои кассовые разрывы. Еще одно преимущество кредитных карт — это то, что по кредитным картам, в отличие от кредита, есть такой грейс-период, так называемый. То есть в разных банках он варьируется по-разному, но, в принципе, где-то сейчас максимум 120 дней грейс-период. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что наш клиент может пользоваться кредитной картой, может оплачивать что-то, какие-то товары этой картой, может ее пополнять, может еще раз оплачивать. В течение 120 дней процентная ставка на те средства, которыми он пользовался по кредитной карте, не начисляется. То есть практически 120 дней можно пользоваться, будем говорить, кредитом беспроцентно. И это, конечно, очень сильно привлекает наших клиентов. То, что за 120 дней не начисляются проценты, это действительно так. Я это подтверждаю. Вот, и думаю, те клиенты, у которых есть кредитные карты, в зависимости от какого банка у него кредитная карта и какой там грейс-период озвучен, это реально так и это реально работает. Если вы хотите кредит в большем объеме и на какие-то уже такие более серьезные цели, там, не знаю, покупка машины, там, ремонт в квартире, ну, какие-то такие разовые, серьезные ваши траты, то, конечно, кредитная карта здесь не подойдет, и нужно оформлять все равно потреб кредитования. А если у вас есть какие-то кассовые разрывы, и там, как правило, люди берут кредитную карту для того, чтобы там небольшие кассовые разрывы заполнить, там, либо зарплату задерживают, либо там еще какие-то вариации бывают. Ну, как правило, средний лимит по карте, он варьируется где-то там, ну, до полутора миллионов рублей, насколько я так знаю, во всех банках выше. Выше, я думаю, что этой суммы лимитов нет. Ставка по кредитным картам всегда выше, нежели ставка по потреб кредитования, то, что все-таки считается более рисковый инструмент кредитный, потому что практически мы не анализируем ни доход клиента, ни самого клиента. Вот, ставки действительно снижаются по кредитным картам. Сейчас они где-то варьируются, там, в районе максимальных ставок, наверное, в районе 19, ну, начинают, там, наверное, с 12-13% годовых. Очень удобный, интересный продукт, современный продукт, потому что не надо там долгого оформления, лимит получил и пользуешься картой, так же, как и дебетовой картой. И очень многие настраивают свой финансовый ритм так, что им кредитная карта становится даже выгоднее.